Ставь лайк, подписывайся на канал, если бесит элитные варвары. Смотреть повторы, да, и разбираться, потому что мы после этого ролика, не знаю, когда вы смотрите этот видос, пойдем сразу на стрим и будем тоже пытаться сделать 20 побед. Ну вот, хотим разобраться, посмотреть повторы, да, и проанализировать, как же. И, кстати, смотрите, Димас уже скоро прокачает Хога до 11 уровня. Помните, мы тратили миллион золота, даже два раза? Два ляма мы тратили, скоро уже будет третий. Уже будет скоро третий. Да, давайте быстренько откроем сундучки, посмотрим повторы, разберемся же, как он прошел. Мне просто интересно. Ух ты, я думал, Лего выпало. Так, и квест. Вот здесь будет Лего 100%, ставьте лайк, смотрите. Оп-оп, ну летучие мыши это даже лучше, чем Лего. Так, и давайте заберем 250 тысяч голды. Вуаля, блин, просто жесть. Вот сейчас будет Лего, смотрите, ребят, смотрите, смотрите, оп. Ну почти, почти, армия скелетов. Одно и то же. Одно и то же, да. Ну что, посмотрим теперь повторы, как же люди нормальные проходят эти испытания. Так он только не одну здесь колоду играл, смотри. Не-не, это глобал. А, это уже глобал. Чё, какой будем смотреть повтор? Против... Давай последний сначала. Голем плюс Пелбэй, да? Это последний, да, давай. А, ну чё тут противник? Ну слабенький. Ну давайте посмотрим. Я извиняюсь. Так. Поехали. То есть это 20-я победа, да? Да, это 20-я победа, да. Ноу-нэм. 400-300. Что, 400? А, ну да, ну... Как они... Прикинь, это он уже 19 побед сделал с 4-300, а я с рекордом 5-500 не могу сделать. Но я 17 побед делал на своём аккаунте. Напишите, ребят, в комментах, сколько вы максимум делали. Итак, что у нас тут происходит? Противник ставит сборщик. Естественно, мы сразу же контратачим. Сейчас будет орда миньонов. Яд. Яд, яд, яд на миньонов и на бочку. Ой, на сборщик. Так, сейчас будет таран. Я бы, если честно, не так бы скинул бы. От кого таран? Яд почему-то. Нет, яд. А, яд? А как бы ты скинул? Он бы не попал по сборщику. Ну я бы не по сборщику почему-то кинул. Ну. Да ну, блин. Слепья играл бы. Сборщик нужно уничтожать постоянно. Так, и смотри. Ну, по хитпоинтам, кстати, небольшая разница. Там 1300, тут 1800. На самом деле, опасная колода вот эта голем плюс спеллбейт. Но тут есть, да, ё-моё, я извиняюсь, ребят. Извиняюсь за помехи. Помехи справа. Так, идёт голем. Ну, в принципе, голем о чём? Этим, пламенным драконом на изи, да? Так, яд будь. А, мега-найт. Мега-рыцарь. Ой, немножко подлагивает. Немного подлагивает. Так. Тут зап. Хорошо. Так. И ледяной голем, смотри, полностью уничтожил. Нормально, да? И сейчас будет контратака с Хоган. У противника таран и летучие мыши. То есть, ему нереально сейчас остановить. Ну, как бы, он отвлечёт, да? А, ну смотри, он ещё и пламеновый. Да-да-да, тараном отвлёк. Нормально, нормально, кстати. Я бы, наверное, не рискнул бы таран тратить на деф. Хотя... Димас играет с этой колодой уже более двух месяцев. Да, Димас. Димас, я же неоднократно снимал. Димас этой декой Гранды катает. Постоянно. Да, он уже прям профи в ней. У меня есть ещё материал, ребят. Димас прошёл с такой колодой Гранд, что я не знаю, как вообще ему в голову пришла такая колода. Там ни одного танка, ни одной атакующей карты нету. 12 побед. Я вам потом продемонстрирую. Обязательно подпишитесь и ждите этого видоса. Слушай, ну противник, конечно, немного... Он что-то не туньёт. Да, однозначно. Но смотри. Сейчас, хотя вот сейчас будет Меганайт, но урон прошёл, видим. 500 хп осталось на вышке. Да, это минус вышка. Почти, почти. А как же он здесь победил, смотрите. 120 хитпоинтов осталось. Так. Гоблинами отвлекаются миньоны плюс летучая мышь, ледяным големом. Зап. Сборщик ставится, чтобы хок не дошёл к вышке. Бросается поизон. Противнику нужно кинуть стрелы. Стоп. 124 хитпоинта, по-моему, 12 стрелы наносят. Или 13, не помню. То есть не хватит... Ну тут 9 же. Да, да, да. Смотри, 26 хп осталось. Жёстко, жёстко. Да ладно. Зап, зап. Вот смотри. Чисто подфорти он, на самом деле. Так да, тут смотрите, это 20 победа. Ну реально, если бы я смотрел в онлайне, у меня бы прям мурашки по телу были. Прикинь, у тебя последняя попытка это, да? Я бы уже сдался, наверное. Так, давайте что-нибудь ещё посмотрим. Ну вот. Понятно, что одинаковые колоды, Кристал всегда говорил, это пидорево. Неинтересно смотреть. Переиграет тот, кто лучше понимает колоду. Но давайте всё-таки посмотрим, что нужно делать, чтобы переиграть. Цикл, в принципе, у них одинаковый. Хок есть и там, и там, кроме ледяного голема, да? То есть, ну ледяной голем особо тут погоды не сыграет. Хотя, вопрос спорный. Гоблины на гоблинов. Смотрим. Летучие мыши сливаются. Противник ледяного голема с краю карты. Итак, хок с правой стороны. Зап. Зап. Ой, долго зап, согласись. Так. Меганайт. Меганайт. Ну, хотя нормально, Меганайт. Пропускает две тычки. Ну, там, по-моему, невозможно задефать, чтобы хок вообще тычки не сделал. Вот. Но можно вроде бы сделать так, чтобы он только одну тычку сделал. Да, ну получилось, что две. Так, противник отвлёк Меганайта. И, в принципе, не пропускает атаку. Но я вот только сейчас заметил 1500 хп на вышке. Всё-таки заход получился. Хогом отвлекается пламенный. И хога встречает гоблину. Но хог, такое ощущение, что тычку, да, ощущения меня не подвели. Тычку хог сделал. Окей, смотрим дальше. Гоблины доходят к вышке, но совсем немного наносит урона. Да. Пока, конечно, лидирует Демас. Смотрим дальше. Выбрасывается ледяный голем возле вышки. Готовится пламенный дракон. Противник тоже выбрасывает пламенного с краю карты. Ну и сейчас, наверное, они оба хотят отдефаться на своей половине, а потом сделать контратаку, да? Вот твои действия, как думаешь, что сейчас будет? Сейчас будет, скорее всего, Мега-рыцарь. О, нет. Я бы яд выбросил прямо сейчас. О! Не, ну сейчас, это уже давно было нужно было. Ну да. Опускать. Так, тут летучие мыши, мне кажется, пойдут. Нет, Мега-рыцарь. Может быть и правильно. Может быть и правильно, потому что летучие мыши зап, и все, и тебе все равно какую-то карту нужно еще подбрасывать. По этой катке видно то, что, ну, Демас лучше чувствует деку. Да, да, да. Ну, опять же, да, тут нельзя делать акцент на том, что цикл был не тот, да? Вроде бы у них все начиналось одинаково. Но Демас лучше чувствует. Ну вот смотри, вот сейчас он пропускает неплохо. Даже, по идее, у Демаса была хуже ситуация в начале. Да, у него не было ледяного голема. То есть противник мог сделать атаку ледяный голем плюс хок, а у Демас просто голый хок. Если можно так сказать. Ну реально, просто в соло хок, ну там... И яд наперед, и по-любому тыку делает. Блин, капец, против пламенного вышки и трех гоблинов тыку все равно хок делает. Ну, естественно, это решающая была тыка. Но, опять же, тут расслабляться еще рано. Можно еще пропушить. Но Меганайт не дает. Подожди, я у противника не вижу Меганайта. Кстати, подожди. Не очень. А, у него вместо гоблинов Меган... Нет, подогоди. Вместо Меганайта гоблин. А, ледяной дух. Ледяной дух. А, ну тогда, конечно, это в корне меняет дело, слушай. Тут проще контрить хога, согласись. Да-да-да, гораздо лучше. Окей, я извиняюсь, я сразу не заметил. Ну и последний повтор давайте посмотрим. И пойдем делать 20 побед на стриме, да? О, вот. Вот это я хочу повтор посмотреть. 6 тысяч кубков. Я вот этому противнику вчера проиграл. Реально, у меня было 17 побед. Я не знаю, этому, не этому противнику. Но вот тоже у него было 6 тысяч рекорд. И у него была вот такая вот колода. Пека. Вот, один в один дека. Отвечаю. Я потом проверю на своем аккаунте. Этому противнику я проиграл или же нет. Я проиграл, я играл с големом. И она реально контрит голема. Просто настолько сложно выиграть големом эту деку. Он постоянно шахтером, позином сносит мой сборщик. Наносит потихоньку урон вышки. И когда я выбрасываю голема, он просто дефится хижиной. А, и хижина плюс пассивный урон наносит. И когда я выставляю голема, он ставит хижину, пеку и все. И спокойно дефит на своей половине. И переходит при этом всем в контратаку, понимаешь? Ну, это колода, а контур вообще, по идее, ему. Ну, давай посмотрим. Я пока не понимаю, почему она должна быть контур, если у него есть, смотри. Игром Авержец. Игром Авержец. Ну, да. Игром Авержец. То, что он контрит дракончика уже. Ты имеешь в виду, контр-колода у противника его, да? Да, да, да. Я тоже так считаю, вот именно, что как бы... Плюс пекка, контрит хога легко. Да. Ты хижину, если ставишь, хижину ставишь, хог не дойдет. Так, сейчас будет зап. Хог по правой стороне. 2006 здоровья. И плюс накрывается ядом. Хороший, кстати, яд. Заделай гоблина и немного мегамуху, вроде бы как. У противника бомбит. Я вот проверю. Вот честно, у меня такое ощущение, что... Этот противник встретился мне. Я вот неинтересно... Ну, я... А я не знаю, как я проверю. Это разве что запись стрима посмотрю. Повторы-то у меня уже исчезли. На стриме я посмотрю. Ну, вот я такой же таки проиграл. Словил шахтера. Мне кажется, противник на одну и ту же самую точку выбрасывает шахтера. То есть... Неправильно делать. Да, надо постоянно менять. Че... Блин, меня вот бесит, что он вот сейчас делает. Противник, я имею в виду. Ну, ты посмотри, он... Он просто не затыкает свой рот. Меня такие реально бесят. Димас спокойный. Может, он его забанил вообще. Не знаю. Ну, ты посмотри на него. Не, ну, вообще легко отконтрил. Да. Димас его... Так, Пека... Сколько? Пять дал тычку. Две, по-моему. Нет, одну? Одну, одну, да, вроде. И немножко пропустил пламенного. Так, смотрите. И вот сейчас нету в поддержке Пеки, нету громоверса. И вот поэтому мы... Сейчас ледяный дух. Да, ледяный голем. И мы с легкостью дефаем Пеку. Так. Ядом накрывается. Нормально. Блин, я не понимаю. У него же Гром. Куда он его сливает? Грома он сливает. О, сейчас он, наверное, с Громом будет заходить. И Димас резко меняет сторону. Противнику реально за дефать сейчас... Ну, нет. Не так уж и трудно, но Хог две тычки сделал. Слушай, а тут каждая тычка от Хога важна. Вот смотри, сейчас будет Громовержец. Мне кажется, будет Меганайт. 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 Меганайт и... Ну, оп, хорошо. Ледяный голем. Смотри, не добивает. Но, по-моему, каст пламенный... Пламенному... Это там... Громовержец не достает к пламенному. В общем, не суть. Мы Пеку уже уничтожили. Итак, сейчас будет заход Хог. А я бы с ледяным големом зашел. Ледяный голем впереди. И Хог позади. Хог тычку сделал. Окей. Смотрим. И смотри пока. Две вышки дамажит. Да. И противник, видим, да, уже дефается с Шахтером. Господи, он даже не оттачит. Вы посмотрите на наши вышки. Посмотрите на противника. По косарю ХП у противника. И фуловые у нас. Ну, там плюс-минус. Там 600... Чисто ядом покоцан. Да, ядом и пару раз с Шахтером. То есть, особо урона нам не нанесли. И неправильно ставится Хижина Гоблина со стороны противника. Видим, Хог на нее не реагирует. Нужно на одну... Хог сейчас много тычек дал. Да. Нужно на одну клеточку выше. Ой, сейчас хорошая атака. Но он успевает Мега-рыцаря. И пропускает немного урона. Ну, на самом деле было... Да, да, сейчас будет последнее. Ну, смотри, сколько там уже юнитов. Две Мега-Мухи. Пламенный. Ой, Громовержис. И Шахтер наперед. Ой, сейчас вообще... Да, блин, что же... Еще и бревно. Как он читает так? Вот я никогда не успеваю словить Шахтера. Если бы еще противник Пойзен наперед бы закинул, то я думаю, чтобы он побольше урона. Слушай, ну реально, я вот так смотрю, вроде бы Димас все классно делает. Но я бы 100% где-то растерялся бы. Вот посмотри, вот все было хорошо. Вот в конце на нашу вышку 1000 хп осталось. Мне бы еще в начале где-нибудь... Да, Димас молодец, однозначно. И я так понял, он уже в Энигму перешел. Он же был во второй Энигме, в Академке. Его уже взяли в основу. Димас, тебе респект. Спасибо тебе за колоды. Спасибо тебе за материал, который ты нам предоставляешь. Ребят, если вам нравятся колоды и повторы этого игрока, поддержите лайком, поставьте подписку. Поставьте лайк, подпишитесь на канал, я хотел сказать. Вот, и ждите мои новые выпуски. А мы пойдем с Вайдом на стрим. Обязательно подписывайтесь на Вайда, ссылку оставлю в описании. Он там такие ролики снимает. В общем, там нужно смотреть. Вот, ну я желаю вам, ребят, удачи. Напишите в комментах, сколько вы сделали побед. Если еще не сделали, я вам желаю удачи. До новых встреч. Я пошел на стрим АПА20 побед. Желаю удачи еще раз. До новых встреч. Пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok